Друзья, всем привет! День четвертый по Санкт-Петербургу в России. Точнее, не день четвертый по Санкт-Петербургу, день четвертый в России. Псков, Питер. Много эмоций, много впечатлений. Сегодня новый день, новая история. Вчера, как вы видели, мы ухватили аварию в прямом эфире, снимали разведение мостов. И тут бах, авария прямо на камеру у нас вот буквально там перед носом, под носом. Во время разведения мостов, кстати, посмотрите предыдущие видео. Хорошо, что мы стояли подальше. Да, подальше стояли и, слава богу, в аварию ни в какую не попали. Поехали, покатались вчера по ночному Питеру. Было очень интересно, мы посетили много мест. Лахтацентр очень высокий, красивый. Посмотрели на дождливый Финский залив. Ну а сегодня у нас новая программа. Сейчас любимая вас поставит в известность какая. Лахтацентр, я хотела сегодня съездить на пляж. Там есть смотровая площадка, парк какой-то с видом на залив и на Лахтацентр. Но он сейчас закрыт, потому что к празднику, ко дню военно-морского флота ведутся работы. Что-то они там делают. Да, ну и плюс погодка. Вчера нам обещали без дождя, хорошую погоду. А сегодня уже 71% дождя. И ветрища такое, 22 градуса обещают, но очень холодно. Мы даже вернулись, оделись, потому что сразу одели маечки, вернулись кофты на кофты. Погода, конечно, в Питере очень меняется. И ветрено очень. Поэтому сегодня поедем, все равно погуляем. Я все хочу съездить в Новую Голландию. С ними невозможно нигде ходить. Где-нибудь как зависнут. И это на полчаса, на час. В итоге из того, что я напланировала посмотреть, хорошо, если мы половину прошли. Но все равно интересно. Я даже не думала, что мы будем разводные мосты смотреть каждую ночь. В итоге мы первую ночь катались на корабле, смотрели, вернулись домой в полчетвертого. Вчера мы решили проехаться по ночному Питеру на машине. Опять же решили посмотреть. Ну не зря. Очень, очень классно. Машин немного, трафик небольшой. Вернулись в 3 часа ночи, но зато мы проехали вдоль Грибоедовского канала, по улочкам Питера ночным. Вдоль Таганки, в Муховке, что-то там, да? Ну какая? Фонтанка. Фонтанка. И там тоже у нас будут разные места, разные локации для того, чтобы на метро опять же не кататься, поедем на машине. Поэтому смотрите, расход у нас в Питере, конечно, поднимается. Сейчас он у нас составляет 4,6 литра на 100 километров. Смотрим дальше. Будем вам все рассказывать и показывать. Хочется все рассмотреть, все запомнить глазами, все съесть, чтобы осталось все в памяти. Переехали в парк Новая Голландия. Удалось нам, смотрите, припарковаться практически на проспекте. Совсем рядом место было. Кстати, тут место, там места парковочные в принципе есть. Ну вот Новая Голландия, это парк вот такого вот плана, что лужайки, столики стоят. Фудкорты, там типа озеро, тоже внутрь можно спускаться. И вокруг само здание, где всякие выставки и мероприятия. Погулять можно вот по такой аллейке. Зайти интересно. И таблички с тем, что это за растение, да? Да, это такой мини-ботанический сад. Ну что ты, Малтик, не комментируешь? Жую. Рот напихал и нас снимает, как мы живем. Взял шашлычок, холодничок, картошечку. Эля взяла макарончики, салатик, курицу полукорока. Какие-то у тебя что? У меня холодник на тепле, окрошка этот сайфл. Маклажан? Маклажан, но и котлеты Алиса с газами не будут есть. И вот атлетка еще. За все отдали 860 рублей. Это на Невском проспекте, ой, подожди, Невский, столовая номер один. Выехали на улочку и вот такая вот впереди у нас красота. Там у нас по прямой такой желтый шпиль. Это Адмиралтейство. Ну что же, потому что мы читали, что здесь было. Юбки, галоши. Да, это что-то наподобие в Минске. ЦУМ, ГУМ. Так вот здесь это Санкт-Петербургский, наверное, какой-то магазин. А это вот река Мойка. А это Красный мост. И это Красный мост. Магазин называется у Красного моста. А вон там синий. А вон дальше синий мост. Ты еще помнишь, вчера говорила, что Красный мост где-то рядом есть синий. Вон он. Ну вот она неописуемая красота. Вот это Лахта-центр, который мы вам вчера показывали. И вот он, Финский залив. Днем. Погодка такая, конечно. Хорошо, дождя нет, но сильный ветер. Но виды, конечно, шикарные. Зашли в торговый центр. Девчонки захотели мороженое. Какое мороженое будете? Я прошу маянию. 50 грамм, 129 рублей. Я прошу маянию еще что-нибудь. После того, как погуляли по Питеру, классное место для того, чтобы отдохнуть, да? Как мороженое? Шикарное. Тебе, Эля, как мороженое? Мамуля, как отдых? Это не поудобнее. Отдых. Я устала. Хочу домой. Я устала. А я кофеек. С корицей. Очень вкусный. Ну, не знаю, вот такой вот торговый центр. Так, аккуратненько, бери, она горячая. Я уже хочу отдохнуть от отдыха. Ну, отдохнуть хотят все. А мы сейчас пойдем. Мы с Элей любим шопиться. Ходить по магазинам. Мы, возможно, что сейчас поднимемся. Ты тоже любишь шопиться? Я очень люблю. А мы сейчас пойдем чехолы брать? Ну, конечно, да. Пойдем еще выберем, если найдем. Да. Папа, может, там будет филипп? Там для айфонов. Может, кому и интересно. Сколько раз интересно ты сказал за этот ролик? А, кстати, надо посчитать, чтобы кто-то посчитал, сколько я раз сказал интересно. Интересно. Это слово паразит. Но интересно. Оказывается, сейчас вся наша эта прогулка, поход был на острове. И сейчас мы едем здесь еще рядом. Как он называется? Дива остров. Дива остров. Парк аттракционов. Поедем, хотим детям показать. Возможно, я не знаю, время-то уже у нас девятый час. Работает, не работает. Открыто до 22 часов. Но, опять же, какие аттракционы, до которых не работают? До 10? Ну, посмотрим. Но в любом случае будет интересно посмотреть. Ну, едем. Нам еще сегодня надо в Максидин закупить продукты. Может быть, домой что-то купить. Я прочитала, что привезти из Питера. Хвалят настои всякие, настойки на карельских травах. А пиво не хвалят? Про пиво ничего не писали. Может быть, какие-нибудь конфеты, чай карельские. А вот настойку, да, надо маме настойку отвезти. О! Боже, сумасшедшие люди. Ну, эта будка однозначно туалет потом, когда выходишь. Посмотрела, у меня ощущение, что я там прокатилась. У меня ноги вспотели. А мы пойдем на те американские горки. Видите, красную горку? У меня все вспотело. Слушай, я ограничения по возрасту посмотрю. А, очередь воды какая на этот аттракцион. Короче, таких аттракционов в Минске нету. Там, вот смотрите, каруселька такая, которая вон туда наверх аж на залетает. Там он с той стороны супер-8. Мы туда пойдем с мамой, представляете, мы туда. Я, мама, и Алиса пойдем. Я не пойду, я буду ждать вас внизу. Я вообще, я вообще, если честно, даже на такие вещи даже со стороны смотреть боюсь. Ну вот, у меня нету к этому никакого такого чувства. У меня только это чувство негатива. Вот, во, это мой аттракцион. Посидеть на скамеечке и свариться в этом котле. Короче, чуть уговорил продать мне билеты. Они до 9 часов продавали. Было 9.05, но купил детям и жене три билета. И вот такая очередь. Держи. Ну что, не страшно? Да, это, что страшно? Страшно, а тебе не страшно? Пока нет. Пока нет. КОНЕЦ 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 Как им там катается? С ума сойти, бедная Алиска. Сейчас где-то тут будут ехать. КОНЕЦ 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 Идем узнавать, как у них впечатления. Думаю, что сейчас эмоции будут. Ну как вы? Я больше не пойду. И я. Чего? А чего ноги подкашиваются? Я держалась и думала, боже, хоть бы мои дети с огоньей не потеряли. Илья, ты как? Плохо. У тебя цепочка свернулась. У меня все свернулось. Страшно? Я даже кричать не успевала. Короче, у меня, я смотрел на них, тут тоже ножки подпотели. Ты нас видела? Это выглядит вообще по-другому. У меня горло пересло. Вообще по-другому. Может, мы не пойдем на такое? Нет. Да. А уже билеты ни на что не продают. Я имею в виду, что вообще пошла бы еще на такое. Так что вот, будете в Питере, посещайте этот парк аттракционов. Прикольно. Очень. Очень. И едем по платному мосту, как его платить? Вообще не знаем, чтобы нам штраф не пришел сейчас. А еще мы с другой стороны реки, и нам надо успеть до разведения мостов вернуться, чтобы не остаться тут на пару часов. Кстати! 110 тут можно ехать, но мы пока трохи заблудились и не знаем, куда вообще ехать. Нам надо развернуться. На мосту? Наверное, съехать с моста, это не понимаю. Короче, сейчас на платке, будем разбираться, куда нам вообще попасть. Короче, наплутали мы на 800 рублей. 400 рублей в одну сторону, 400 в другую сторону. На платку попали. И по-другому никак, я так понимаю. Ну, есть вариант по поездке. Ну, это крутится. Ну, это опыт поездки. Такой, ну... Вот надо гуглить дорогу перед тем, как начинать двигаться. Ну, тут проблема в том, что когда съезд, идет развилка на навигации, ну, плохо немножко видно. Право, лево там. Чуть немножко промахнулись и поехали не в ту сторону. Ну, точно. Че сделаешь? Прямо 13 километров. Че, что, в 4, в 3 мы заезжали. Спортная дорога. Прямо 13 километров.